День рождения президента страны. Мой коллега Влад Давыдов подготовил материал о встрече Владимира Путина и Егора Борисова и разобрался в вопросе, какое внимание уделяет Якутии глава государства. Последняя встреча Путина и Борисова состоялась в июле этого года. Лидеры страны и самого крупного субъекта России обсуждали целый ряд вопросов, в том числе социально-экономическое развитие республики. Как дела в республике? Тенденция роста экономики у нас сохраняется в республике. Мы по сравнению с 2015 годом вложили полтора триллиона рублей инвестиций в разную отрасльную экономику. И особенно большое внимание было делено развитие инфраструктуры. И, конечно, большой плюс в результате всего этого получил бюджет, соответственно, социальные программы. Информируя Владимира Путина о положении дел в регионе, Егор Борисов напомнил, что ровно 10 лет назад, в январе 2006 года, глава государства провел в Якутске совещание, итогом которого стала разработка и принятие схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики республики до 2020 года. Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей повестке вопросы укрепления экономики и социальной сферы республики Саха-Якутия. Излишне говорить, что стабильное и динамичное развитие Якутии имеет ключевое значение как для Дальневосточного округа, так и для всей России. Реализация этого стратегического документа позволила республике достичь высоких результатов в социально-экономическом развитии. В частности, объем ВРП с 2006 по 2015 годы в абсолютном выражении увеличился в 3,5 раза. Также за этот период в Якутию привлечено 1,5 трлн рублей инвестиций. По мнению Егора Борисова, ресурсоемкость стоящих перед Якутией задач требует специальных мер государственной поддержки и личной поддержки со стороны президента России. Он дал поручение, дал конкретное согласование о том, что позиции республики Саха-Якутия согласны. Для меня в политическом плане это очень сильный ход, это очень важный вопрос. И я думаю, что в этом плане президент меня очень четко поддержал. Эта встреча, конечно, будет полезной для республики и обязательно будет результат. Глава Якутии и глава страны в год встречаются регулярно. Это и личные беседы о развитии и проблемных вопросах, касающихся Якутии. Кроме того, множество совещаний с участием других губернаторов, в частности заседания госсовета. К слову, на одном из последних в этом году Путин поздравил Егора Борисова с днем рождения. День рождения. Я его уже поздравлял сегодня с утра. И хочу от нашего общего имени скромный ему подарок, сувенир, вручающийся его. Поздравляю. Что касается последнего визита Владимира Путина в Якутию, то он состоялся в 2014 году. Глава страны побывал в СВФУ, встретился с якутскими студентами и молодыми учеными. Далее в ДП-1 Путин провел совещание по вопросам развития Дальнего Востока в целом. И на главном событии визита запустил строительство мегапроекта «Сила Сибири». Этот проект даст нам возможность, нам, России, не только поставлять газ на экспорт, он даст нам возможность развивать газификацию своей собственной страны, восточных регионов Российской Федерации, Дальнего Востока и Восточной Сибири. За период руководства страной Владимира Путина, а это три срока, можно смело сказать, что Якутия изменилась до неузнаваемости. Это подъем экономики, промышленности, масштабное строительство, победы в спорте, развитие благоустройства. И самое важное, что успешная и эффективная совместная работа руководства республики и главы государства продолжается. Влад Давыдов, НВК Саха, Якутск.